Поскольку из чистого нора пророка сааллал алисаллам создан вот этот рис, значит желательно, говорит, когда ее кушают перед едой и после еды благословить пророка саллалла алиэ в hautсалам. Когда Аллаху Таалла создал нор нашего пророка, ее, говорит, держал вот таком жемчужине, вот внутри таком сосуде, говорит, ну так мы назовем ее, да, вот жемчуг такой, да, внутри держал, говорит. И когда, говорит, этот нур перевели в Адама, Аллах и Салам, пророка, уже чтобы потомкам передавать, и после этого, чтобы пророк родился на этот свет, вот этот сосуд запустимо остается, она, говорит, на мелкие крошки, говорит, рассыпалась, из нее Аллах и Аллах создал, говорит, этот рис. И любой агам, говорит, который мы с вами кушаем, в ней есть, говорит, полезные и вредные. Кроме риса, там только полезные. Естественно, если курица и барашками со всеми варить, там тоже получится так. Отдельно, который варится вот белый рис, вот в ней только, говорит, польза бывает. Поэтому делая, например, кушая, это тоже благословит и пророка, саллаллаху али-салам. Так же пророк, саллаллаху али-саламу, в своем хадисе, говорит, тот человек, который нюхает красную розу, говорит, и не благословляет меня, значит, грубо обходится со мной тоже. Поскольку пророк салам также говорил, если кто-то хочет знать, какой от меня запах идет, пусть нюхает красную розу. Именно вот такой запах был у меня, говорит. И поэтому, даже вот нюхая эту розу, тоже желательно благословит пророк салам. Значит, много есть таких моментов в жизни, которые мы могли бы и могли бы рассказывать, но еще раз хочется напоминать, что в этот месяц, какой бы шаг, какой бы движение, какой бы маджлиз, значит, какая бы трапеза, концы до конца, мы не сидели, старайтесь благословит пророк салам. И Аллаху Та'ала обязательно примет это, поскольку, как мы уже говорили, ее не принимают не из-за того, что мы такие красавчики, хорошие люди, а принимают из-за любви Аллаху к пророку салам. Пусть Аллаху Та'ала нам тоже даст искру этой любви, чтобы Аллаху Та'ала не лишил нас тоже от любви к пророку салам, от любви к тем людям, которые любят пророка и Всевышнего Аллаха тоже. И пусть Аллаху Та'ала нас не лишит его шафаата тоже. Субтитры создавал DimaTorzok